Здравствуйте, дорогие студенты! Сегодняшняя тема у нас называется «Технологии интеллектуального управления». Основные вопросы сегодняшней лекции – это интеллектуальная информационная система, история развития систем искусственного интеллекта и классификации интеллектуальных систем. Существует более большое число различных интеллектуальной информационной системы. Интеллектуальная информационная система – это созданные для решения сложных задач и моделирующие человеческий разум, истории развития систем искусственного интеллекта. Возникновение искусственного интеллекта как научного направления началось в 1940-х годах, когда Винер издал основополагающие работы по новой науке кибернетики. Термин «искусственный интеллект» предложен в 1956 году на семинаре с аналогичным названием в Стэнфордском университете в США. Развитие последовало в 1960-х годах при появлении больших мощных ЭВМ, первой попытки в решении шахматных задач, доказательств теорем и создании универсального решения решателя задач. После признания искусственного интеллекта отдельной области науки произошло разделение его на два направления, которые вы видите на экране. Это первое у нас нейрокибернетика, а второе – кибернетика черного ящика. Нейрокибернетика – это основная идея состоит в том, что любое мыслящее устройство должно быть каким-то образом воспроизведить структуру человеческого мозга, ориентированное на программно-оператное моделирование структур, подобных структуре мозга. Кибернетика черного ящика – это не имеет значения какое устройство, мыслящее устройство. Главное, чтобы на заданные входы воздействия оно регулировало так же, как человеческий мозг. Ориентированное на поиски алгоритма решения интеллектуальных задач – это метод лабиринтного поиска или эвристического программирования. Итак, искусственный интеллект – это то, что делает машины интеллектуальными. Машина может быть признана мыслящей, если человек, ведя с ней диалог по достаточно широкому кругу вопросов, не может отличить ее ответ с ответом человека. Это у нас тест Тюринга. Искусственный интеллект – это одно из направлений наук, цель которого разработка аппаратно-программных средств, позволяющих пользователю-непрограммисту составить и решать задачи, традиционно считающие интеллектуальные, общаясь с ЭВМ, неограниченным под множество естественного языка. Для интеллектуального, искусственного интеллекта развития – это характеры, следующие характеры и признаки. Это у нас развитие коммуникационной способности, направленность на решение слабо структурированных, плохо формализированных задач, способность работать с неопределенными и динамическими данными, способность к развитию системы и извлечению знаний из накопленных опыта в конкретных ситуациях. Возможность получения использования информации, которые явно не хранятся, а вводятся из имеющих в базе данных. Следующая способность к аддуктивному выводам по аналогии. Следующая способность объяснять свои действия и не удать пользователя, предупреждать пользователя о некоторых ситуациях, проводящих нарушение целостности данных. Шесть направлений интеллектуальной информационной системы, искусственного интеллекта. Это у нас представление знаний. Первое. Задачи формализации представления знаний в памяти или интеллектуальной системы. Модели представления знаний, языки описания знаний, типы, классы. Все это считается представлением знаний. Следующее. Манипулирование знаний. Строятся способы пополнения знаний на основе их неполных описаний. Изучается процедура обобщения и формирования абстрактных понятий. Создаются методы достоверного и правдоподобного ввода. Предлагаются модели рассуждений, имитирующие человеческое. Следующее. Обобщение. Задачи понимаются связанных текстом на естественном языке, синтез связанных текстов, понимание и синтеза речи, теория моделей, коммуникации между интеллектуальной системой и человеком. Восприятие. Проблемы анализа трехмерных сцен, разработка метода представления информации в зрительных образах в базе знаний, создание перехода от зрительных сцен и текстовым описанием и обработана разработка процедур когнитивной графики. Обучение. Включает методы, позволяющие интеллектуальной системе и развивать свои способности. Поведение. Это разработка поведенческих процедур, позволяющих адаптивно взаимодействовать с человеком, окружающей средой и другими интеллектуальными системами. Существуют иные классификации проблем, решаемых в искусственном интеллекте среди них. Это когнитивное моделирование, математика и автоматическое доказательство теориям, теория теории игр и теории решения задач. Это у нас классификация проблем, решаемых в искусственном интеллекте. Следующая классификация интеллектуальных систем по используемому механизму автоматическое продолжение гипотез анализ формальных понятий статические подходы нейронной сети это у нас все эта классификация по используемому механизму по глубине представления информации это база данных базы знаний электронной библиотеки электронной коллекции тезаурусы и антологии по способу взаимодействия с пользователем диалоговые потоковые пакетные системы реального времени а по стадии существования это демонстрационные исследовательские прототипы опытная система промышленные прототипы и коммерческая система а функциональному назначению это у нас экспертной системы и компьютер компонент компьютерной системы с обработкой естественного языка компьютерной системы интеллектуального анализа данных обучающие системы программы для распознавания анализа синтеза изображений распознавания анализа синтеза речи система поддерживания принятия решений робототехника и многоагентной интеллектуальной системой интеллектуальной системы проектирования это у нас интеллектуальная саппорда потом машинное творчество интеллектуальной системы, инструментальные средства создания интеллектуальных моделей. И это у нас все это относится к функциональному назначению. Интеллектуальная система – это система основана на использовании знаний. Это еще одно определение к интеллектуальной информационной системе. Данные и знания. Данные – это, с одной стороны, отдельные факты, характеризующие объекты, процессы и явления предметной области, а также их свойства. С другой стороны, данные рассматриваются как объекты отличия от команд и как входные переменные в противоположность результатам. Иногда данные смешивают с информацией. Данные – это информация о представлении в виде восприменяемого в формально обработке автоматически устройством и человеком. А знания – это закономерность предметной области, позволяющая решать возникающие вне задачи. Вместе с тем, знания – это результат накопленного опыта, объединяющие образы, модели окружающего мира, хранимые в памяти, сформирующие механизмы преобразования и обработки управляющие центры, которые определяют цели функционирования систем и координируют взаимодействие первых двух составляющих для достижения. Знания – это хорошо структурированные данные или данные о данных или метаданных. Знания – это связанность с данными, основывается на них, но представляет результатом мыслительной деятельности человека, обобщает ее опыт, полученный в ходе выполнения какой-либо практической деятельности. Свойства, отличающие знания от данных – это внутренняя интерпретруемость, структурирование, связанность, семантическая метрика, активность – это у нас свойства. Классификация знаний – это первый признак, это поверхность, глубина. Второй признак – это у нас набор понятий, которыми пользуются при решении данной задачи. Это понятивные знания. Конструктивные знания – это знания о наборах возможных структур, объектов и взаимодействии между их частями. Следующие процедурные знания – это используемые в выбранной предметной области, методы и алгоритме программы. Фактографические знания – это количество и качественные характеристики объектов и знаний. Метаданные знания о порядке и правилах применения знаний. Сегодняшняя лекция подошла к концу. Спасибо за внимание. До свидания.